Книга «Открытым оком», том 1. Тема крещения, вопрос 80. Нужны ли при крещении взрослого человека крестные? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У каждого новорожденного есть мать, нянька. Именно такая роль отводится крестному по теории. И он наделяется властью над крещаемым отныне больше, чем плотские родители. Крестный должен быть и опекуном, и воспитателем, и поводорем, и охранителем. Если этого и не подполагается, и не ставится в условия, то крестный – это только фикция, и он не нужен. На практике этим требованием сегодня едва ли отвечает 1 на 10 тысяч крещеных. Нет ничего опаснее привычки традиции. Традиция – смерть духа, духовного рождения. 1 Коринфянам 4.15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 1 Фессалоникицам 2.7. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими. 2 Коринфянам 11.29. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? 1 Галатам 4.19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Вот образец духовного чревоношения, рождения, кормления, воспитания, истинного отцовства. Крестные же и есть духовные родители. Где ныне это найдешь? 2 Коринфянам 11.30. Соблюдается одна лишь проформа, фикция, пустые мешки, жалкая подделка. 3 Коринфянам 11.30. Как говорит Иоанн Златоуст, по названию тысячи, а в действительности ни одного крестного. 4 Коринфянам 11.30. Вывод. Если духовного возрождения, обращения, бездетельной катетизации прекратить крещение, и отпадет надобность фальшивых крестных. 5 Коринфянам 11.30. Вывод. Бездуховного возрождения, обращения, бездетельной катетизации прекратить крещение, и отпадет надобность фальшивых крестных. 5 Коринфянам 11.30. Вывод. Бездуховный возрождения, обращения, бездетельной катетизации прекратить крещение,